Единство Осетии Единство Осетии В этом году эту акцию организовало Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Северной Осетии совместно с Центром Патриотического Воспитания. Отныне она станет традиционной. Ребята из патриотических лагерей «Балц» и «Горец», а также исторического клуба «Уаса Монга» отправились на восхождение, чтобы отдать дань памяти жертвам, погибшим во время ингушско-остинского конфликта. Горящие костры – символы и один из обрядов, который соединяет в себе исторический дух прошлого и настоящего. Издавна благодаря этим сигнальным кострам удавалось оповещать жителей целого ущелья об опасности. Такие трагические моменты, которые были связаны непосредственно с нашим народом, они, ну, их забывать вообще не имеет права ни один вообще житель нашей республики. Мы обязаны их чтить и вспоминать и помнить всегда достойно. В Северокавказском Суворовском военном училище состоялась торжественная церемония посвящения. Поступившие прошли короткий курс подготовки. Сегодня юные курсанты прошагали торжественным маршем наравне со старшекурсниками. Посвящение в Суворовце – ежегодное традиционное мероприятие по значимости и ответственности, равное принятию военной присяги. 54 новобранца учебного заведения дали клятвенное обещание служить Родине, получили алые погоны и первое звание. Каждому из них было вручено удостоверение Суворовца. В стенах училища курсанты проведут 7 лет. На выходе у нас должен быть выпускник высокообразованный, преданный своей отчизне, интеллектуальный, владеющий как минимум двумя иностранными языками. Конкурс был очень серьезный и они лучшие из лучших сегодня. Разряд статического электричества стал причиной возгорания резервуара с газом. Огонь вот-вот перекинется на соседние объекты. Такова легенда очередных пожарно-тактических учений, которые прошли на Ордонской газонаполнительной станции. Объект пожароопасный находится под особым контролем. Именно поэтому к работе специалистов во время учений было повышенное внимание. Спасатели отработали действия при тушении пожаров на открытых технологических установках. Все запланированные мероприятия выполнили в полном объеме. По словам специалистов, бойцы сработали четко и слаженно. Мурат Гассиев выиграл бой за титул интерконтинентального чемпиона мира IBF по боксу. Его соперник, француз Энгин Каракаплан, продержался на ринге ровно 99 секунд. Эффектная серия ударов и француз отправляется в технический нокаут. Теперь на счету нашего боксера 19 побед на профессиональном ринге. 13 из них – нокаутом. В послужном списке спортсмена ни одного поражения. Состоится ли матч-реванш, пока неизвестно. Я всегда выхожу за нокаутом. Неважно, в первом раунде, в последнем. Я всегда заряжен на удар. Ну и также я готовлюсь на всю дистанцию 12 раундов. Получилось нокаутировать его в первом раунде. Я доволен. Если бы не получилось, я был готов отбоксировать всю дистанцию. Пока, если честно, ничего не чувствую. Я думаю, пройдет несколько часов. Я почувствую то, что я стал интерконтинентальным чемпионом мира. Но это только один день радости. Завтра все это пройдет. Я отложу титул в сторону и продолжу усердные тренировки. Потому что впереди меня ждет титул чемпиона мира. Алании, наконец, удалось прервать затяжную безвыигрышную серию. В тяжелой борьбе Владикавказцы на родном стадионе переиграли Грозненский «Терек-2». Первый тайм прошел ровно практически безопасных моментов, а вот второй превратился в настоящий триллер. Уже на 46-й минуте Герман Туаев открыл счет, а далее уже гости держали мяч, а хозяева оборонялись и агрессивно контратаковали. На 75-й минуте Алания удвоила свое преимущество, Гатикоев забил головой после подачи Туаева с фланга, однако восторг болельщиков барсов длился недолго. Уже спустя минуту активный Туаев получил красную карточку. Спустя еще четыре, зазевавшаяся оборона Владикавказцев упустила Грозненца, переигравшего Гигалаева после выхода 1 на 1. Уже в добавленные минуты арбитр за затяжку времени удалил Хадикова и оставил хозяев в девятером, однако даже в меньшинстве Алания смогла удержать долгожданную победу. 2-1, и к матчу с Ангуштом наши подходят в прекрасном настроении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова